Приветствую вас, давайте я попробую разобраться с вашей проблемой, попробуем понять, что с вами происходит. Значит, я буду зачитывать текст, давать комментарии, рекомендации, а после этого, как бы, резюмируя, я подведу итог и скажу, что вам лучше делать, в каком направлении вам двигаться. Кстати говоря, сразу хотел бы отметить, что вы не задаете вопросы, то есть вы перечисляете определенные проблемы, но вы не формулируете запрос, то есть нет у вас такого четкого запроса, что вы хотите от психолога. Это очень плохо, потому что обещать проблему – это одно, а вот сформировать запрос – это другое, потому что формирование запроса – это та творческая деятельность, тот вид творческой деятельности, который необходим, чтобы человеку лучше понимать свою проблематику и правильно оставлять приоритеты. Итак, вы пишите, что выпустились из школы три года назад, на сегодняшний день вам 21 год, и у вас уже третий уж. Да, это много, пишите вы. Ну, во-первых, вот здесь вот уже видно, что вы сами себя укорите, вините, обвиняете, находитесь в неком конфликте, в напряжении для того, что у вас третий уж. Бывает так, и это пока не беря в расчет вашу проблему и так далее, с этого вы отписываете ниже, бывает так, что люди просто-напросто не предупреждаются в каких-то местах. Бывает так, что с людьми происходят какие-то неприятные вещи, которые, ну, выставляют их бросать учебу в одном университете и потом учиться в другом. В Синьи на самом деле бывает очень много разных вещей, и вы сейчас, когда говорите о том, что, значит, много, вот у вас третий уж – это много, вы, как бы, сами себя лишаете права на то, чтобы быть индивидуальностью, на то, чтобы быть личностью. Вы хотите быть такой же, как все, то есть человек после школы идет в университет, заканчивает университет и начинает дальше работать, да, ну или учиться. Это накатанная дорожка, но не всем она подходит. Не каждый человек сразу может выбросить, например, свою специальность. Не каждый человек может сразу понять, что ему нравится. Для кого-то просто форма общения неподходящая, кто-то вот, как вы, например, не переносит большого количества людей рядом, да, и так далее. То есть все эти тонкости нужно учитывать. Поэтому нет, когда вы говорите, что это много, вы даете оценочную характеристику. И основная ваша проблема в том, что вы все пытаетесь осуществить. Я вот даже видел, что вы в отношении некоторых экспертов давали оценочные сочтения. И складывается возникальный вопрос, а откуда вы знаете, как работает психолог? Вы знакомы с методами, вы знакомы с теориями, вы знакомы с наукой, с практикой? Откуда? Избегайте того, чтобы давать оценку. Избегайте того, чтобы говорить чего-то много или чего-то мало. Вместо этого, формулируйте свою подседшую, свою точку зрения. Так, вред вам это несет или нет? Если вред, то в чем этот вред выражается? Понимаете? Вот это принципиально иная и куда более прикрессивная, полезная позиция. Проблема в том, что два предыдущих вуза были престижными и статусными. Ну, были престижными и статусными, и что дальше? Ну, были они престижными, были они статусными. Но престижный и статус – это только общественная оценка. Опять, общественная оценка. Кто-то сказал, что этот университет престижный. Кто-то сказал, что этот университет статусный. Хорошо. А дальше-то что? Что дальше? Вы учились в этом университете на любимую профессию? Вы учились тому, что вам нравится? Вы получали удовольствие от тех знаний, которые вы там видели? От тех знаний, которые вы пытались усвоить? Вот это важно. А престижный институт или нет, статусный он или нет – это не важно. Это определяется временем. Многие университеты, ну, кроме МГУ, конечно, если вы живете в России, многие университеты обладали определенными статусами. А потом эти статусы проходили. И связано это было именно с общественными процессами. Не с процессом обучения, не с педагогическими нюансами, а именно с общественными и социальными процессами. Поэтому не нужно оценивать университет именно в таком ключе. Опять же, это оценочное суждение. Оценочное суждение – это значит культура полезности. А культура полезности – это означает, что вся жизнь – это подготовка к чему-то. Вы лишаете себя достоинства быть такой, какая вы есть. Вы, как бы, не позволяете себе то ваше положение, которое у вас есть сейчас, воспринимать как самодостаточное, как достойное, и пытаться именно из него извлечь какую-то пользу для себя уже сейчас. Тем самым вы, по сути дела, проживаете свою жизнь впустую. Вот это нужно вам постараться понять. Что есть культура полезности, когда все подчинено пользе, а есть культура достоинства. Когда каждый период жизни человека, начиная с детства, является самодостаточным, самостоятельным этапом, без контекста жизни. И если вам этого родители вносить не смогли, а у вас, как я понял, была достаточно проблемная семья, то вам нужно само это сделать. К тому, через личностный рост, через развитие, добиваться этого понимания. Сталя, я не могу объяснить, почему бросил на первый университет. То ли очень устало, если устали, то от чего? Что вас могло вести в состояние усталости? То ли еще что-то, но в какой-то момент у меня началась апатия, и ходить не хотелось. Апатия возникает из-за того, что человек чувствует, что какие бы он не предпринял шаги, какие бы он не предпринял действия, ничего вокруг него не меняется. То есть, это такое ощущение бессилия. Либо очень сильное внутреннее противоречие, которое невозможно разрешить. Именно это вызывает апатия. Если у вас возникла апатия, то о причинах этой апатии нужно с вами разговаривать отдельно. То есть, какие были обстоятельства, какие были условия, какие были ваши переживания в тот момент и до возникновения апатии непосредственно за несколько, может быть, недель, месяцев и так далее. Все это нужно анализировать, чтобы понять причину апатии, потому что, ну, а, как она, во-первых, повторяется в ходе текста, а во-вторых, ну, соответственно, если не будет понятно, что вводит вас в апатию, то нельзя ей управлять. А если нельзя ей управлять, то получается, что нельзя управлять вашей жизнью. А если нельзя управлять вашей жизнью, то получается, что вы не можете делать то, что хотите, и значит, что вы не свободны. В общем, я там занималась полсилы, экзамен на билет не выучивал, но, тем не менее, все это удалось сдавать. А здесь, собственно, вам вопрос. Ну, вот, практически статусный вуз, и при этом вы занимаетесь полсилы. Почему? Потому что нет мотивации, да, потому что нет мотивации, нет понимания того, ради чего вы это делаете. А почему нет понимания того, ради чего вы это делаете? Потому что специально была выбрана, выбрана, видимо, как-то вот, некорректно. То есть это не то, что вам интересно, а что вам интересно? Кем бы вы хотели заниматься? Это очень важный вопрос. Какие у вас склонности, какие у вас навыки, какие у вас увлечения В чем вы лучше всего себя проявляете Может вам вообще в УЗИ учиться не нужно Кто знает, нужно способности сперва определить А потом уже говорить о том, как их развивать А получается, что вы начали развиваться А в чем вы развиваетесь? Непонятно То ли в момент опратии, то ли еще из-за чего я начала прокуливать Потому что в том же время не могла поехать Начала то ли страх, то ли социофобия Ну, если страх, то страх чего-то За страхом всегда стоят какие-то негативные обстоятельства Которые могут быть нежелательными для вас И, как я понял, это неуверенность в себе У вас Это сомнение в себе Это сравнение в себе Сравнение в себе, точнее, с другими людьми И, по сути, не принятие себя Потому что у вас есть какая-то некая социальная планка Которую вам установил кто-то Или внушил кто-то И вы вот ниже себя Ниже этой социальной планки Себя не воспринимаете То есть, по какой-то причине Вы не принимаете что-то в себе И из-за этого вы не можете принять других людей А из-за того, что вы не можете принять других людей У вас возникает страх Ну, кстати говоря, социофобия Если у вас это действительно будет диагностировано Именно социофобия То ее нужно прорабатывать именно с психиатром Потому что социофобия – это болезнь А если страхи, из-за того, что у вас социофобия Диагностировано не будет То за страхом можно работать отдельно Хотя бы в рамках психоаналитического подхода Далее Значит, я боялась приезжать Не выучив совсем материал И боялась людей, которые будут задавать мне вопросы О прогулах-прогулах Ну, связанно это с тем, понимаете Что вот какие-то моменты вам неприятны То есть вы не выучили материал Потому что вам неинтересно то, чем вы занимаетесь Но, с другой стороны, вы чувствуете Вот это вот давление социального круга Вы должны что-то делать И из-за этого возникает конфликт То есть вы не свободны Ну и так далее Далее вы пишите, что вам в голову не пришло Для справки или купить ее на этот момент Ну, здесь надо сказать, что вы вообще не в том направлении думаете Неправильно вы здесь мыслите То есть вам не в сторону справки надо думать А в сторону работы над уверенностью в себе В сторону личностного родства То есть возможности Возможности завершать выбор В тех или иных ситуациях В неопределенных ситуациях И принятие себя То есть принятие своих качеств Своих интересов Своих увлечений Как достойных А не пытаться подстраиваться под общество И не пытаться подстраиваться под то, что вам может быть не подходит Далее Далее, значит, в один момент Ты застыглась к такой точке Если я не понимала, как дальше здесь И что я Меня, если бы вам в любом случае выгонят Я доехал Задавал документы сама Ну, два, скажем Сказать о немногом Деструктивной линии поведения Почему Было не перевестись на русскую культет И вам было интересно Непонятно А зачем вы вообще в университет поступили? Ради чего? Для чего? В смысле? Я думаю, что вам не будет лишней логотерапия Тоже один из методов работы в психологии Логотерапия То есть терапия смыслов Терапия смыслов Я никому ничего об этом не сказал Только забрала документы Тоже интересный момент Почему вы не сказали Вы этого стыдитесь Скорее всего вы этого стыдились Или опять же чего-то баяльных А стыд это всегда непринятие себя Это комплекс Комплекс это то, о чем нам говорят Опять же посторонние люди Комплекс это всегда ассоциация Комплекс это всегда совокупность Каких-то несвязанных между собой элементов И не связанных между собой элементов объективно Но субъективно С вашей стороны вашего восприятия Эти элементы связаны И соответственно Причинно-следственную связь Нужно разбивать Чтобы у вас не было этих комплексов Вот Ну делать этот процесс довольно длительный Вот Вот так просто комплексы не уйдут Но Работа в этом направлении Обязатель То есть вот Подумайте Откуда появляется комплекс От того что Кто-то вам указывает На какие-то ваши негативные моменты Указывает как Указывает почему Указывает в какой форме Указывает для чего Все вот это попробуйте проанализировать С самого начала С самого раннего детства Попробуйте это проанализирую Далее В любом случае По любому поводу С ними С кем С кем С ними Именно Так понимают С родителями Вы не разговариваете особо Незнакомые С самого музея Не люди Вне его С тем Потом нужно было что-то делать Дальше Зачем нужно Для чего Нужно было Было делать Что именно Вы хотели делать На эти все Вопросы Нет ответов То есть вы Пишите О Каком-то Словно Знаете Принуждении Каком-то Вас Вы говорите Нужно было что-то делать Дальше Кому нужно Вам Для чего В какой форме Как Если кому-то другому То опять же Почему Понимаете То есть Нужно 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 Мотивация У вас Как будто Вот идет Какое-то Какая-то Знаете Парадигма Действий Середа Поступков А чем Они Обусловлены Рефлексии Никакой Нет Может быть Вам Имеет Смысл Больше Рефлексировать И через Рефлексию Понимать Зачем Вы Делаете Те или иные Вещи Для чего Вы совершаете Те или иные Поступки Может быть Тогда Вы будете Лучше Себя Понимать И Лучше Себя Воспринимать И Отдавать Себе Отчет В том Кто Же Вы Ставим Значит Отдавал ЕГЭ Повторно Почему-то Не получился Лучший Результат А А Что Указывало На то Что Вы Улучшите Результат Откуда У вас Жались Ожидания Того Что Вы Улучшите Результат Почему Вы Вообще Рассчитывались На то Что Вы Улучшите Результат По ИГО Не Очень Понятно А Так Результат Все Время Неизвестный То Вы Переживали Еще Больше Дальничество Как Развилось На Нервной Системе Так Ну Если Что Отражает На нервной Системе То Это Вам К Невропатологу Сразу Нужно Или К Неврологу Если Нервная Система Там Оследование У него Пройти Что Кажется То Что Результат Неизвестный И Вы Отрого Переживали То Это Опять Так Неуверенность Себе Неуверенность Себе Решается Через Ну Как Понижается Через Понимание Того Какие У вас Положительные И отрицательные Черты Через Принятие Этих Черт Не Отсуществит Зелание Их Полностью Подавить И Через Грамотное Отделение Негативных Черт Ситуационных То есть Могущих Вам Оказывать Пользу И Конкретные Отрицательные Вот Те Которые Ситуационные Стоит Принять Это Ваша Индивидуальность Это Ваша Уникальность И Лишив Их Вас Можно Сломать И Обезличить Но Негативные Проявления Можно Принежать Не Полностью Устранить А Принежать Потому Что Человек Это Существо С Недостатками Всегда А Получается Что Вы Почему Не Допускаете Для себя Недостатки Ну И Собственно Другие Откровенно Негативные Негативные Гаджеты Тоже Недавятся В том Чтобы Их Просто Напросто Немножечко Стараться Скупировать Вот Вам Было Стыдно Идти В какой-то Луспандисе Или Что-то Еще Видимо Еще Было Так Тяжело А Почему Было Стыдно Идти В какой-то Луспандисе Я Об этом Вам Я Подала Документы Всего Два Узивера В итоге Хотя Рады Мне Было Выбрать Побольше Как Вы Выбирали Университеты По Каким Критериям Зачем Вы Вообще Подавали Документы В университет Для Чего Вы Это Делаете Делали Все Не Очень Хорошо В одном Мне удалось Пройти Блестяще То Набрать Очень Баллы На Внутреннем Испытании С Мого Буза Меня Приняли На Бюджет Вот Когда Я Начала Учиться Опять Что Случилось Только Я Слышал Все Эти Два Не Очень Понятных Слова Что Вы Хотели Сверх Команды И Сверху Одно Что У нас В Узив Это То Тот Получало Огромную Нагрузку Домашние Задания Вообще Как Токументы Необходить Почти От Лекции Итд Меня Снова Начало Оволевать Переживание Но Опять же Вопрос Мотивации Вопрос Сысла И вопрос Того Вот В чем Причина Призывания Огромная Нагрузка Это Опять Оценка Это Опять Оценочное Суждение Огромная Нагрузка Огромная Для кого Для вас Но Только Для вас Это Огромная Нагрузка Почему Она Огромная Если Наверное Для вас Большая Небодъемная Почему Вы Не подумали О том Чтобы Ее Немножко Снизить Не Очень Это Опять же Понятно Снова Страх Перед Людьми Страх Вообще Всего Ну Страх Вообще Всего То То есть Фобические Расстройства Могут Проявляться На фоне Невроза Невроз Это По сути Вытеснение Своих Потребностей Пермоначальных За пределы Сознательного И Соответственно Из-за этого Человека Могут Возникать Подобные Вещи То есть Он Теряет Часть Себя Я думаю Что У вас Именно Такое Поведение Невротическое Поведение Соответственно В его Причинах Нужно Разбираться А в этот Раз Правда До вас Дошло Что Прогули Но Прикрывать Я Периодически Писал Платных Сочей И отдавал Справки Ну Здесь Опять же Непонятно Зачем Вам Это университет Для чего Вы все это делали Если вам Не хотелось Жить Если вам Не нравилось Учиться И так далее Вопросы Спокойно смотреть Не могла Понимала Что не успею Все подготовить Ну Это Это Просто То Стоит Отпись Это Все Связано С Стимул С Мотивацией И Со Смыслом Дальше Попало Больницу Значит Так Затем 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 Мои родители Почему Вы позволили Родителям Настоять На больнице Если у вас С ними Не очень Хорошее Отношение Тоже Непонятно Значит В общем По итогу Узи Узи Появлялись Давно Она должна Отчислиться Значит Я понимал Что это будет Единственное Правильное Решение Почему Единственное Правильное Решение Если вы В этот Уз Поступили И Если вам Интересно В нем Учиться Если вам Интересна Специальность На которую Вы обучаетесь То Почему Отчисление Единственный Выход Не очень Понятно С Такой Стороны Меня Пришло Я думал Что у меня 20 лет Куда я Пойду Я не Хочу Я потерял Уйму Времени Уйму Времени На стол Почему Вы считаете Что 20 лет Это уже Много Много Для чего Пойдете Вы Ну Пойти Вы могли Например На курсы Какие Нибудь На Тренинги Потому Что вам Нравится Вот И Выбрать Для себя Более Удобный Способ Обучения Не Как Таково Университет Может быть Имело Смысл Курсы Какие-то Проходить То есть Складывается Ощущение Что у вас Один Такой Путь Жизненный Который Вы Для себя Уже Установили И влево И вправо В какую-нибудь Сторон От него Отойти Вы Вообще Не Можете И Почему Не Можете Откуда Идет Эта Установка Вот Это Наверное То О чем Тоже С вами Нужно Будет Разбираться Значит В итоге Дали Академический Отпуск Значит Опять же Это Вам Почему Мы боялись Опять Упас В грязь Лицом Почему Вообще Считается Что Исключение Из университета Это Падение В грязь Лицом Не Очень Понятно Далее Зачем Вы Сцепились Возможно Остаться В Гузе И Согласились На Академический Отпуск Если Вам Там Не Нравилось Если Вы Не Хотите Там Учиться Не Очень Понятно Значит Так Только Фильм В тысячи Я Видел Чтобы Девушки Учились Где-нибудь В топ Потом Мы Или Павлы Знаете Ну Не Думаю Что Скажу Вам Новую Весь В том Что Все Великие Спешные Люди Заходили Через Самые Низы Это Необходимо Это Необходимо Для того Чтобы Понять Всю Лестницу Иерархии Которая Существует В обществе То В этом Ничего Страшного Нет А Истинные Успешные Люди Любовь Успешный Человек Он Не Чирается Любовь Любой Работой Которая Которая Он Может Выполнять Более Менее Успешно И Если Человек Отрицает Какую-то Работу Он Скорее Будет Неуспешным Потому Что На Отрицании Строится Деструктив А Успешность Это Конструктив Это Нужно Понимать Значит Так Нет Мы Не Будем Думать Что Вы Протолчали В двух Вузах Клевых Нет Клевые Вузы Это Вообще Непонятное Обседеление Я Уже Об этом Говорил Что Не так Они Совершаемы И вам Нужно Избегать Открасочных Суждений Вот Работы Нормальной Работы Нет Есть Та Работа Которая Соответствует Вашим Запросам И Вашей Мотивации И Вашим Целям Понимаете То Как бы Если Вам Нужны Деньги Вы Работаете На работе Ради Денег А чем-то Внимается Для Души Или Как-то На Оборот Понимаете Реальная Работа Работа Которая И Удовольствие Приносила И Деньги Несла Очень Мало На это Рассчитывать Не стоит После Истории Магницы Я Оказался Полностью Под контролем Родителей Опять же Непонятно Почему Почему Так Почему Вы Позволили Этому Произойти А Значит Также Вместе Поддержки Повторяло Жрежда Скандалов И Прочих Я Сама Лично Думаю Что Работу Можно Не Искать Когда Сотец Владил Ни Наши Деньги Оказалось Что Их Многие Сейчас Все Так Не Кажется Но Я Думаю Можно Год На Них И Провести Ну А Тогда Водникает Когда Опять же Конфликт Конфликт А Чего Вы Сами Хотите Деньги Любые Деньги Кончатся Рано Или Позже Если Их Не Пополня Если Их Не Зарабатывать Но Нет Нужно Было Тащиться На Работу И На Работу Вас Поволокла Как Успешники Моя Мать Я Вообще Не Была Ее Идея Впечатленная И Она Мне Самой Казалось Что Это Выглядит Дебильно Мать Тащим Работу Дочь Ну Вот Опять У вас Оценочные Суждения Опять Нужно Было Тащиться На Работу Кому Для Чего Нужно Было Тащиться На Работу На Какую Работу Зачем Работать Без Обучения Если Вы Не Хотите Работать Непонятно Вы Не Стали Спротивляться Для Работы Как На Почте Я Относил Газеты И Письма То С Примхатик Работу Ну Не Бывает Плохой Работы Я Вам Это Сказал Ничего Важного В Этому Нет Вот Какое Дело Зачем Опять Мотивация Опять Рефлексия Для Чего Кроме Оценочных Суждений У Вас Оценочные Суждения Это Почему Это Деструктив Большой На Счет А Артритив Что Нибудь Такое Положительное У Вас Есть Чего Хотите Что Вам Нравится Что Вам Интересно Как Вы Отдыхаете И Так Далее Так Далее Так Далее Ничего Казалось Что Большинство Одноклассников Живет В Этом Районе Ничего Не Скажет Перспективное Экономически Выгненное Престижное Работу А Еще Суть По всему У Вас Неверные Установки Нету Перспективной Выгодной И Престижной Работой Если Вы Занимаетесь Не тем Что Вам Нравится Твоя работа Благодаря Кого И Нужно Найти Себя Поиск Себя Это Первое Что Вам Нужно Делать Поиск Мотивов И Смысл Все Остальное Вообще Неважно Когда Люди Кого-то Оценивают Так же Как И Вы Даете Оценочные Суждения Они Ошибаются Всегда Потому Это Другому Человека Оценить Нельзя Явление Какое-то Оценить Нельзя Оценить Можно Только Одно Что Плох Или Хорошо Для Вас И Почему И Так Лера На самом деле То Это У Вас Тоже Идет Неверная Установка Далее Значит Ну Собственно Вы Пишите О том Что Значит Вы Пишите О том Что Не Собирались Долго Работать На этом Месте Вот Но Было Неудобно Опять Вы Свои Желания Принесли В жертву И Остались На Той Работе Которая Вам Не Приятна Опять Терпели 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 Потом Зарвались И Ушли Документы Инфузы Тоже Нам Собрали Значит Смотрели Академический Отпуск Если Вы Работ Если Вы Работ Зачем Вы Брали Академический Отпуск Если Не Собирались Вращаться В Университет Как С тем Что Вы Забрали Документы Из Вуза Увязывается То Что Вы Сцепились Возможностям Остатно По Вашему Заминюю Непонятно И И Г Передавать Уже Не Ставим С Тем Что Было Отправилось Дальше То Сцеп Опратила Три Года Три Года Не Известно Что Не Оконченные Курсы Всего Лишь Работы Которые Работали Людей Из ПТУ Ничего Больше Не Мог Ничего Больше Не Мог Найти Ну Вот Видите Вы Как То Делите Людей На Какие То Глаз Что Люди Для ПТУ Это Такое Печатление Что Люди Второго Сорта Опять Оценочное Суждение Опять Сравнительное Суждение Это Вам Ничего Хорошего Не Пронесет Еще Рас Повторю И Себя И Других Нужно Воспринимать Вне Социальным Положением Ибо Все Это Не Имеет Смысла Перед Личностью Дальше Три Года Вы Потратили Ни на Что Это Была Жизнь Это Были Впечатления Это Был Опыт И Это Все Нельзя Игнорировать Поэтому Вы Обесцениваете Вы Обесцениваете Себя И Вы Обесцениваете Время Что Является Также Основным Препятствием Для Успеха Далее Сейчас Вы В Педагогическом Луфе Специальность Опять Вы Пишите Дебильная Гуманитарная Что я потом Буду делать Куда Работать Пойти А Зачем Вы В Этому Для Чего Мы Выберли Эта Специальность Если Она Дебильная Зачем Вы 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 Сами Вы Выбираете Специальность Вас Никто Не Заставляет Вот Об Этому Нужно Падать Еще Я Живу В Какой Постоянной Фобии Что Встречу Своих Бывших Одноклассников Станяв Шат За Моей Спецой И Говорят Что Добы Пендривалось Ну Говорят И Что Но Это Их Проблема Если Люди Сплетничают Значит У них У Самих Бедная Жизнь Почему Вы Обращаете Внимание На Других Лидей Которые Оценивают Вас Даже Как Вы Оцениваете Других Вообще Говоря Неправильно Вы Как Бо Пытаетесь Перечнить То Что Думают О Другие При Этом Сами Вы До Конца Не Рефлексируете То Что С Вами Происходит И Это Тоже Ошибка Потом Мне Чисто Неприятно Находиться В Новом Вузе Я Остараюсь Всех Эти Людям Хватать Наглости И Подходить Ко Мне И Спрашивать Между Впрочем Почему Я Брос Свой Предыдущий Вуз Почему Вы Считаете Что Это Нагло Это Совсем Нормально Любопытство Всегда Было Основной Характеристикой Людей Другое Дело Что Важная Проблема В том Что Вы Это Стыдите Что Вы Не Принимаете Этого И Вот Вопрос В том Почему Вы Этого Не Принимаете Не Принимая Этого Не Принимаете Себя А Не Принимая Себя Вы Не Реализовываться Естественно Мне Рассказывают Историю Двумя Университетами Егорем На почте Опять Ну Собственно Ну Для Чего Вы Обманываете Почему Вы Понимаете Иллюзия Это Бег Это Самой Себя Это Тоже Большая Проблема На пути К реализации И на пути К успеху Я всем Об этом Не рассказывал Лишь Единицам В итоге Все Спрашивают Где Я И Что Понимаете Если Вы Проектируете То Что Про вас Говорят На себя То Это Скорее Созвучие Ваша Неуверенность В себе Это Ни в коем случае Не одна шанс Что Люди Не должны Обсудить 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 Всегда Всегда Всех Обсудили Это Нормально А вот Ваша Реакция Относительно Ненормально У нее Есть Причины И с этими Причинами Нужно Разбираться Форма Обучения У нас Учина 4 года Быстрее Чем 5 Заочные Опять Вы Обращаете Внимание На Какие-то Внешние Моменты Четыре Года 5 Лет Научная Учная Форма Обучения Все Это Не важно Если Вы Знаете Для чего И почему Вы это делаете Пока Я Не стал Никаких Работ И Не Понятно Обычные Люди Учатся Потом Работать Спешально Если Вы Не Хотите Быть Самостоятельным Независимым От Родителей Например Самостоятельность Независимость Напрямую Связана Заработком Денег Это Тоже Нужно Вам Для себя Понятно Даже В нашем Университете Лучше Походить Без пропусков Первый Семетр Или Весь Первый Год Чтобы Ваше Время Уважаем Всего Вы как будто хотите просто пройти на автомате, какие вы знания получите, для чего вы учите, то что вы тратите свое время, если не хотите учиться, а хотите просто, чтобы вас знали, и первый семетор проходить без пропусков. Опять, надо ваше свое время. Не тратить свое время вы будете только в том случае, если вы будете делать то, что вам нравится. Подумайте об этом, пожалуйста. Далее, я не хочу больше работать с почтальоном или даже с консультантом, как можно, конечно, но, как мы знаем, у меня 21 семейство, я встаю, нужно вкладываться в вас в то более перспективный ассоциаламент. И вы рассчитываете получить это сразу, без какой-либо работы, без какого рода. Еще раз, начинать любой карьерный рост нужно всегда снизу. Это аксиома. И не нужно сравнивать. Нету никакой постыдной работы. Есть то, что вам нравится, есть то, что вы хотите делать, есть то, что вас привлекает. Я без работы, без практики, ничего не проходил. В предыдущих местах обучения книжку, тогда вот, под что выбросить, это то, что вы хотите выбросить книжку, это опять-таки стыд, стыд, это не принятие себя, но мы об этом уже говорили. Но если я заканчивается на работу, чтобы усложнить, в итоге я вернусь опять к заработку на степ любыми путями. Это не так крупнее, если вы будете заниматься еще чем-то для души. Далее, чувствовать себя униженной и распыленной очень плохо. Мне не хочется вообще после всего, чтобы оно было, я просто поработал. Что именно вас унижает, что именно вас задевает, почему необходимо здесь когнитивная терапия для того, чтобы правильно устанавливать вам цели, правильно развивать цели на задачи и выполнять эти задачи. То есть все, что вы понимаете про возраст, обстоятельства, это все внешняя сторона, это не мотивация. Соблазн отдаться на завесных деньгах, это именно соблазн, это ни к чему тоже не приведет. Повышенная стипендия, да, это здорово, но опять же, зачем, если вам не нравится обучение. Есть момент, что я думаю, сейчас менять свои приоритеты так, чтобы в будущем были более выгодны. То есть в этом смысле абсолютно гуманитарная специальная педагога мне не очень поможет. Не к выгодности нужно стремиться, а к реализации. Не к полезности нужно стремиться, а к самобытности любого этапа вашей жизни. К определению того, что важно вам, что нужно вам, без оглядки на других людей. Ещё смотри на то, что происходит у меня дома. Значит, тут вы пишите, что есть плюсы. А из того, что вы ушли из предыдущего мерка учёбы. Да, смотри на то, что там бюджет. Предходим, может платить репетиторам или помощь старших курсников и прочих. Почему? Зачем? Почему обязательно платить репетиторам? Почему обязательно платить помощь курсников? Если вам нравится специальная специальность, вы сами с удовольствием и с интересом всё это будете делать. Такое впечатление, что вы всё это делаете и попринуждение. Вот всё ваше сообщение – это всё попринуждение. Далее. Я считаю, что неудачи бы оказались со мной, покровили уверенность в себе и мешают идти дальше. Вопрос был, как это проработать и как избавиться от фобии. Обсудение себя третьими лицами. Плюс, мне кажется сами, что это даже очень сильно окончательно. Столько времени было пролито и просто потрачено. Это страшно. Ну, я вам, в принципе, про это, про всё говорил. И про уверенность в себе говорил, и про фобии обсудения себя третьими лицами тоже вам говорил. Если вы хотите поработать на эту тему подробнее, пожалуйста, пишите, значит, в личку подробнее это всё поработает. Значит, чисто научно всё написано в отдельных пунктах. Это не относится к моим вопросам. Это обсуждение. Я внимательно представил вас из-за этого, так и не поняла, представили ли вы моё сообщение или просто долгать. Но здесь опять у вас включается защитная реакция на человека, на его ответ, который вам не очень понравился. Вот. Я тоже прочитал ваши сообщения полностью, как вы могли заметить в реальном времени, и наши мысли совпадают. Я не говорю, что это для вас выход, но, тем не менее, непонятно, откуда у вас такая негативная реакция, может быть, защитная реакция на что-то. Может быть, так у вас страх проявляется. Пишите вы дальше. Сама я росла в довольно сложной обстановке, в неполной семье. Мать всё время срывалась на мне, била, испытовала желание наказать, оскорбляла, легла драться, называла ранами нехорошими слова. Ну, вам здесь нужно пролабатывать детско-родительские отношения, обиды на мать, очевидно, привитые родителями же какие-то модели поведения, модели взаимодействия с другими людьми и отношения, восприятия этих самых людей тоже. То есть, вот всё вот это вам необходимо прорабатывать. Всё вот это вам необходимо исправлять. Постепенно. Что-то не произойдёт вот так вот сразу. Рано как и от фобии сразу вы не избавитесь. Вы жили так довольно продолжительное время и, соответственно, сразу изменить свою модель поведения у вас не получится. Да, ваша мама, она определённо думает о себе только и реализуется сама, причём через вас, причём с фридом для вас. Но, понимаете, мама мамой, а жизнь вам и негативное влияние вашей мамы тоже нужно будет прорабатывать. Чтобы вам его не было, не реализовать его по сути дела. Дальше, значит, ну, в принципе, на этом всё. Тут вы отвечаете эксперту. На это я не думаю, что имеет смысл что-то говорить, кроме радости того, что вы пишите, что вдруг у меня была апатия из-за депрессивного расстройства, а социофобия выхвышала плюсы. Но в таком случае вам необходимо было предоставить нам заключение врачей о том, что у вас были эти расстройства, о том, что у вас есть диагнозы. И тогда бы ответ был совершенно другой. Если вы какую-то информацию заведомо не предоставляете, то и эксперт, соответственно, тоже может ошибиться. На этом всё. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если остались вопросы, пишите в личку. Если написали дополнение, пожалуйста, напишите, если дополнение, пожалуйста, дайте мне знать о том, что вы его написали, опять же, в личку, чтобы я его прочитал, может быть, чем-то дополню. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи.